Тема продолжим обсуждать с гостем нашей студии. Это представитель Министерства энергетики Гульмира Мурсалова. Здравствуйте. Гульмира, здравствуйте. Добро пожаловать в студию. Разговоры вокруг АЭС не утихают. Есть как сторонники, так и противники. Давайте с вами разберем, насколько страна готова к развитию атомной энергетики. Конечно же, в нашей стране давно развита именно атомная отрасль. Как у нас действуют исследовательские реакторы в стране. И в Курчатове, где высококвалифицированные специалисты работают также с реактором, работающим на ядерном топливе. Вот он, исследовательский реактор. Возле Алматы есть исследовательский реактор. Что уж говорить, мы производим готовое ядерное топливо сейчас, которое эксплуатируется на атомных электростанциях Китая. И в прошлом также был опыт эксплуатации атомной электростанции в городе Ахтау на реакторе БН-350. То есть в целом в стране опыт именно в атомной отрасли очень высокий. А чем новое поколение атомных электростанций отличается от предшественников? Вообще в целом сейчас к строительству во всем мире смотрятся реакторы поколения 3.3+. Которые уже учитывают все прошлые уроки, всех аварий, инцидентов на атомной станции. Например, в реакторах новых поколений как активные системы безопасности широко используются, так и пассивные системы безопасности широко используются. Что такое пассивные системы? Это те системы безопасности, которые не зависят, допустим, от внешних источников энергоснабжения. Они работают только за счет сил гравитации Земли. Вода там, допустим, за счет сил гравитации Земли. Дополнительно, конечно же, такие как контайнмент, защитная оболочка вокруг реактора, специальные ловушки расплава топлива. То есть, конечно же, международное сообщество, международные регуляторы, они следят за этим. В случае какого-то инцидента, оно касается не одной страны, а касается нескольких стран. Как Международное агентство по атомной энергии следит за этими делами, так и регуляторы по ядерной безопасности мировой. Существуют специальные постфокусимские требования для реакторов. Даже что говорить о Фокусиме. Они после аварии на Фокусиме закрыли свои все атомные станции, но уже сейчас они заново запустили 12 реакторов из 33 существующих реакторов. Пересмотрели все системы безопасности, какие-то дополнительные меры предприняли для природных стихий. И снова запускать свои атомные электростанции. Вообще, в целом, те реакторы, которые сейчас рассматриваются для Казахстана, это реакторы водо-водяные. В мире эксплуатируется 415 реакторов. И 80% реакторов относятся к такому типу. И именно с этим типом реакторов никогда в истории никаких инцидентов не было. А где они используются? Например, говорим о каких странах. Наибольшее количество реакторов, конечно же, у нас в Соединенных Штатах Америки. Во Франции у нас 56 реакторов. В Китае у нас тоже 56 реакторов. Вот буквально недавно в процессе строительства в Китае было 25 реакторов. То на сегодняшний день цифра изменилась, а не 27 реакторов уже в процессе строительства в Китае. В таких странах, как Словения, Румыния, также эксплуатируются атомные электростанции. Например, Арабские Эмираты свою первую атомную электростанцию построили с четырьмя энергоблоками, запустили. Сейчас Турция, допустим, строит свою первую атомную станцию тоже с четырьмя реакторами. Мы в Казахстане пока рассматриваем, конечно, одну атомную станцию с двумя реакторами. А вот насчет кадрового вопроса, насколько готовы наши соотечественники ответственно работать, и насколько вообще у нас квалифицированные специалисты? Если говорить об атомной электростанции в целом, то там кроме ядерной части ежей, турбина, генератор, водоподготовка, эта часть станции, она такая же, как и на другой тепловой электрической станции. То есть такие специалисты в нашей стране давно работают, давно подготовка идет, и водоподготовка, и электрики. Если говорить о ядерной части, например, если мы будем говорить о дозиметрии, радиационный контроль, то эти люди тоже у нас в данный момент работают, на исследовательских реакторах, на урановых рудниках, да, эти люди также готовы. И остается часть именно оператора ядерной установки, конечно же, по этому поводу будет дополнительное обучение обязательное специалистов. Уже сейчас мы открыли филиалы университетов именно по атомной электростанции подготовки кадров, подписали меморандум с французским университетом, I2N, который во Франции готовит для всех атомных станций специалистов, да, для того, чтобы уже на данный момент обменяться той программой, да, обучения, что должно быть, и в будущем обмен студентами производить. Кроме того, вот та страна, которая будет у нас строить атомную электростанцию, это войдет в часть ее обязанности подготовить эксплуатирующий персонал для атомной станции наших своих специалистов. Но уже сейчас хотелось бы отметить, что те люди, которые работают на исследовательском реакторе, это как бы сложнее гораздо работа, да, работать на исследовательском реакторе, уже у нас есть такие специалисты и сейчас. Мы говорили о преимуществах АЭС, можете так вкратце еще тезисно о них сказать, и, конечно же, если есть недостатки, упомянуть о недостатках. Конечно, в первую очередь сейчас же именно экологический вопрос во всем мире, да, что нужна стабильный источник энергии, относящийся к зеленым, типа это именно тот источник энергии, атомная электростанция, которая 24 часа в сутки вырабатывает электроэнергию, в отличие от ВИА. Но ВИА, конечно, тоже развивается, но нам нужна именно доля стабильной генерации в нашей энергосистеме. Когда мы говорим о строительстве такого высокотехнологичного объекта, как атомная электростанция, это дает вообще мультипликативный эффект развития всех отраслей экономики Казахстана, начиная от процесса строительства атомной электростанции. Там 10 тысяч человек только привлечены к процессу строительства, да, это развитие как самого региона, да, развитие инфраструктуры, строительство дорог, да. Так и в целом будут открываться новые производства, как благодаря тому, что достаточное количество электроэнергии стабильны, так и для того, чтобы обслуживать эту атомную электростанцию. То есть и компетенция у нас в производстве товаров, услуг будет расти, подавая возможность как бы более качественно на новый уровень расти самой экономике. Если говорить о минусах, да, то я бы не назвала это минусом, да, но есть радиоактивные отходы, о которых все говорят, да, у атомной электростанции. Ну, конечно же, сколько стран эксплуатируют, да, эту атомную электростанцию, уже сколько десятилетий, да, эта атомная энергетика существует. Существуют способы обращения с радиоактивными отходами, которые нам тоже известны. Это как переработка радиоактивных отходов, как хранение радиоактивных отходов. К высокоактивным отходам относятся отработавшее ядерное топливо. Но не обязательно, что оно будет отнесено к отходам, потому что это все в будущем может быть использовано повторно. Отработавшее ядерное топливо, перерабатываются, есть специальные технологии для того, чтобы повторно использовать их в реакторах другого типа. Например, вот Франция и в России владеют этими технологиями, перерабатывают. Хотелось бы сказать, что опыт именно в обращении с радиоактивными отходами у наших институтов ядерной физики, Национального ядерного центра имеется. Спасибо вам большое, Гульмира Даутовна, за уделенное время, за то, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Гульмира Мурсалова, представитель Министерства энергетики страны, была гостем студии.